ЗВОНОК В ДВЕРЬ Давайте я про себя расскажу сама. Я режиссёр-педагог. Я занимаюсь с людьми разного возраста, актёрским мастерством, сценической речью и режиссурой. Ой, да нам надо, да нам надо, да нам надо. Не знаю. А расскажите мне, пожалуйста, как вы думаете, что конкретно можно узнать на занятиях по актёрскому мастерству? Интересный вопросик. Ну, наверное, как это? Актёрски мастерствовать? Правильно? Ну, конечно, Закулиска. Ты, конечно, всё это уже знаешь. Ты знаешь, что такое внимание, что такое воображение. Правильно? Да, да. И даже, внимание, воображение. Да, да. А ты знаешь... Ну, воображение, ну, вьем. Ну, воображение, ну. Ну, там, на przykład, как крювки летают по небу, альбо, как я летю самолётом, так? То есть такая воображение, так? Ну, воображение, когда ты воображаешь тебе. Это воображение тоже пригодится, Волк. Но сегодня я приготовила для вас несколько упражнений, которые вы можете делать вместе. Вау! Как интересно! Да, мы готовы. То есть есть такие задания, которые нужно обязательно выполнять, и не только тогда, когда идёт занятие. Поэтому ваша задача будет всё внимательно-внимательно запоминать. И когда у вас появится свободное время, вы можете тренироваться, потому что актёрское мастерство – это тренировки. Вот как у спортсменов бывает. Они приходят в тренажёрный зал, в спортивные секции, и тренируются. У нас, конечно, в театральном искусстве всё немножко по-другому, но без тренировок жить нельзя. Понял? Так, так, так. Как вы думаете, с чего начинается любое занятие по актёрскому мастерству? С напряжения или с расслабления? Разлужнение, отлично. Ну, конечно, с расслабления. Нет? Конечно. А почему? Должна быть свобода. Свобода должна быть. Вот здесь везде. Вот здесь вот. В голове, в сердце, в ноге. А вот если свободы не будет, ты весь такой, джалший такой. И что есть? Абсолютно верно. Абсолютно верно. И сейчас мы с вами будем выполнять упражнения. Вот я как раз тоже подготовлена к этому. Я вам буду рассказывать. Я буду как тренер. А вы будете выполнять то, что я буду говорить. Хорошо? Мастер. Ваша задача сейчас представить, как будто вы только-только проснулись, вас только-только разбудили, и вы начинаете очень недовольно ворчать на того человека, кто вас разбудил. Вот так. Да, очень недовольно. Да, 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 да. А теперь можно вот всем-всем-всем своим телом так потрясти руками, ногами, и такое чувство, что вас поднять-подняли, а разбудить-забыли. Так ты второй рукой тряси, ты что это? Ты недостаточно свободен. Очень хорошо получается. Закулиска, постарайся, пожалуйста, еще и голову освободить, чтобы она у тебя тоже была свободна и не зажата. Голова тоже, да, вот так вот прям можно ее отпустить, вот так вот. Да, 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 верно все получается. Молодцы, молодцы. Хорошо. А теперь есть такой замечательный звук, который издает лошадка. Представляете себе большую лошадь, и она делает так. Вот нужно голову расслабить, вниз повесить голову, и как лошадка в стойле так сделает. Хорошо. И еще разочек. Очень хорошо. Умнички. А теперь представим, что вас только что разбудили, и вы зеваете. Зеваете. Открыто зеваете. Да, да, широко-широко зеваете. Широко. С наслаждением зеваете. Здорово. А теперь вы будете работать в паре. Закулиска, подойди, пожалуйста, к волку, он как начинающий актер будет первым. И, пожалуйста, попробуй постучать его по его телу, а он в этот момент будет недовольно мычать. Ну что ты меня так трогаешь? Только задача сделать так, чтобы, когда ты мычал волк, чтобы у тебя вот здесь все было очень-очень свободно, как будто ты ешь картошку, она у тебя во рту, такая горячая картошка. И вот тут вот губы вибрируют. Закулиска, давай, приступай. Простучи, пожалуйста, партнера. Очень хорошо. А теперь, волк, простучи, пожалуйста, за кулиску. Что-то типа такого, да, должно быть. Спасибо большое. Итак, как сейчас себя чувствуете? Есть ощущение, что вы немножко больше расслаблены, чем когда вы приступали к занятиям? А сейчас вы встанете друг напротив друга, и мы сделаем упражнение, которое умеют делать абсолютно все люди, которые когда-либо приходили ко мне в студию. Это были разные коллективы в разных городах, но это упражнение у нас любимое упражнение. И мы с вами сейчас его сделаем. Ваша задача встать друг напротив друга и начинать считать до трёх. Вы умеете считать до трёх? Да, да, умеем, научились. Закулиска, посчитай до трёх, пожалуйста. Один, два, три. Молодец. А теперь волк. Раз, два, три. Очень хорошо. Это по-польски? Так. Теперь вы будете считать по очереди. Раз, два, три. Только уговор. Вы смотрите друг на друга и прямо-таки изучаете партнёра, потому что люди на сцене друг к другу партнёры. И вот вы изучаете друг друга и считаете по очереди. Начинаем. Один, два, три. Раз, два, три. Один, 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 два, три. Очень хорошо. А сейчас ваша задача будет заменить единичку любым движением. Например, топнуть ногой. И вы уже не будете называть цифру один, а все остальные циферки два и три остаются. Смотрю, как вы делаете. Хорошо. А у нас это один, это общий на двоих? Или у меня свой один, а у него свой один? У вас общий на двоих. Понятно. Хорошо. Поехали. И, значит, поехали. Два. Три. Два. Три. Два. Три. Волк, очень важно произносить цифры в определённом ритме. Не сбиваться. И чем это будет чётче, тем лучше. Потому что здесь есть один очень большой, очень важный секрет. Вам нужно произносить цифры, а уметь как актёр настоящий думать о чём угодно. Как вы будете сейчас пить чай, куда вы пойдёте завтра утром, а губы произносят эти цифры и выполняют движения ваши ноги и руки. Ага. Поняли. То есть такое, что-то такое конкретное должно быть очень, да? Не что-нибудь там такое вот. О, как. Ага. Развей. Ещё. Давай я начну. Давай. Начали. Два. Три. Ва. Три. Да подожди. Да подожди. Мы же делаем вот так один. Нет. Правильно я понимаю? У вас должен быть один момент на два. Если ты сделал вот так на один, значит, ты делай дальше, и я так буду делать. А ты... Это вот на два можно топнуть, на три можно рукой. Вот так вот. Да, закулиска. А ты как опытный партнёр, конечно, научишь волка это делать, произносить и выполнять это упражнение. Вы запомнили его? Это как раз то, что нам нужно. Это мы будем тренироваться, да? Это замечательное упражнение на партнёрство. Замечательно. А закончим мы с вами тоже упражнением, которое очень любят мои ребята. Ваша задача будет под каждый мой хлопок делать совершенно разные движения. Хорошо. Я буду хлопать в ладошки, и вы будете на каждый мой хлопок делать разные движения. Вам нельзя будет сталкиваться друг с другом. Вам нужно будет просто ни про что не думать, а телом выполнять разные движения. Хорошо. Поехали. Вы должны передвигаться. А-а-а! Всё понятно, хорошо. Будем передвигаться. Здорово получилось. Ну как? Ну да ладно. Спасибо. Расскажите мне, как получилось. Понравились упражнения? Да. Вот я думаю, вот мы сейчас теперь каждое утро будем просыпаться, вот, значит, с таким удовольствием зевать, потом сразу, вот так вот освобождаться, расслаблять свое тело, вот это вот как лошадки, вот так вот делать. Потом, Волк, что мы делаем с тобой? Потом, Волк, что мы делаем с тобой? Будем рассказывать о своих этих, как они называются? Достижениях. 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 Ну правильно. Спасибо огромное. И до встречи. Мы будем тренироваться, да, Волк? Обовенского. Да, да, да. Смого харцежа. Не ударить в грязь лицом. Вот, всё. Договорились. Спасибо. До встречи. Договорились. Всего доброго и успехов вам в постижении актерского мастерства. День будет. Спасибо, спасибо большое, спасибо. До встречи. Па-па. Субтитры сделал DimaTorzok